Но проектом кодекса предусмотрена норма, позволяющая вывозить изъятые у умерших органы для пересадки только при необходимости оказания медицинской помощи гражданину Казахстана, который находится за пределами страны. И вопрос донорства для Казахстана актуальный. Только в Карагандинской области больше 500 жителей нуждаются в трансплантации. Среди них трое детей. Все они страдают хронической почечной недостаточностью, спасаются благодаря гемодиализу. Многочасовая болезненная процедура значительно ухудшает качество жизни больных. При этом число таких пациентов с каждым годом становится все больше, а донорских органов катастрофически не хватает. Марина Золотарева узнавала подробности и продолжит тему. Балсана Алиманова вынуждена три раза в неделю подключаться к аппарату «Искусственная почка». Гемодиализ в течение четырех часов очищает кровь от токсинов. Сейчас женщине 57. Диагноз «Терминальная садия почечной недостаточности» ей поставили 11 лет назад. Я столько лет жду, надеюсь, что у меня будет пересадка. Была бы вот эта вот трупная почка, как говорится. Она у нас в нашей стране как бы не очень радует. Но мне кажется, кто на нашем месте побывал, тот бы сразу согласился. Евгений Курц – первый житель Карагандинской области, которому сделали пересадку. Семь лет он живет с чужой почкой. Все это время мужчина принимает лекарства, снижающие иммунитет. Иначе организм может отторгнуть неродную почку. Однако стерильное существование намного лучше гемодиализного, говорит Евгений. Осенью, весной я всегда в маске. Стараюсь, где много народу, не появляться, в транспорте не ездить. Руки обрабатываю, чтобы не заразиться, чтобы отторжения не было. Почки сзади, они как и остаются почки. Почка пересаживается впереди, она у тебя, с правой стороны. Да, некоторые бывают случаи, когда почка отторгается. Но если есть возможность, тебя донора находит, то можешь еще раз пересадиться. Пока шансов, как говорит Евгений, пересадиться у пациентов совсем мало. Сегодня в регионе насчитывается 57 взрослых и 11 детей, которым сделали трансплантацию почки. И только 16 из них получили орган от трупного донора. В остальных случаях свою почку отдали родственники. А между тем, только в прошлом году список гемодиализных больных пополнился еще на 159 человек. Когда больной уже в коме, она приравнивается к смерти мозга. Я лично разговариваю с родственниками. Вы знаете, они понимают, что это есть, но все отказываются. В Каргандинской области, к сожалению, ни одной трупной донации за все эти годы не дала. Крик души пациентов, которых вы слышали, видели, какая сама эта процедура тяжелая, она агрессивная. А трансплантация – это реально единственный выход. В Каргандинском регионе 8 гемодиализных центров на 167 мест. Потребность больных, страдающих хронической почечной недостаточностью, они закрывают полностью. Однако все эти пациенты, их в области более 500, стоят в очереди на пересадку органа, чтобы не зависеть от аппарата искусственная почка.